Всем привет! Перед просмотром этого совершенно обычного ролика, я хочу посоветовать посмотреть другой, старый ролик на этом канале, для полноты впечатлений. На него ссылка есть как обычно в описании, прямо рядом с рекламной. А ну да, в этом ролике есть ещё и реклама. Ведь сервер OPST это сервер для игры SCP Secret Laboratory, который знаменит своим отбором игроков. На нем вы сможете насладиться игрой с людьми, которые знают лор SCP как свои пять пальцев и умеют отыграть свою роль в игровом мире. Для начала игры нужно зайти на дискорд этого сервера, ссылка на который есть в описании, и получить данные для подключения к игре. Ведь со стороны попасть на этот сервер невозможно, отбор игроков, все дела. Играйте и получайте массу выверенного лорного удовольствия. SCP-1915. Статус-кво. Объект номер SCP-1915. Класс объекта. Евклид. Особые условия содержания. SCP-1915 содержится в самостоятельно модифицируемой камере для содержания гуманоидов. Мебель и продовольствия предоставлять не требуется, поскольку SCP-1915 обеспечивает себя ими самостоятельно. Ежедневно SCP-1915 предоставляется прогулка в специально предназначенном дворе в сопровождении одного охранника. На месте нахождения SCP-1915 не следует размещать никакого дорогостоящего или чувствительного оборудования. Описание. SCP-1915 представляет собой белого мужчину 33 лет, среднего роста и средней комплекции, ранее носившего имя, судя по документам, имевшимся у него на момент задержания. При проверке не было обнаружено ни родственников, ни близких друзей. Аномальная природа SCP-1915 заключается в локально вызываемом явлении, которое обнуляет любые значительные долгосрочные изменения в его теле, личности, памяти и образе жизни. Другими словами, SCP-1915 изменяет действительность своей непосредственной близости, насколько это необходимо для поддержания его личного статуса КВО. Эффекты SCP-1915 в значительной степени ограничиваются манипуляциями снежевой материи и собственной психикой. Они не способны оказывать постоянного влияния на других живых существ, кроме самого SCP-1915. SCP-1915, судя по всему, не осведомлен о своих аномальных свойствах. Судя по легкому и среднему недовольству, которое он выразил во время нескольких интервью по поводу своей жизни, его способность контролировать ее ограничена. SCP-1915 не знает, что находится на содержании, полагая, что до сих пор работает в офисе, ныне не существующей корпорации. Где он и был захвачен? Приложение 1915-А. Протокол инцидента 1915. Дата. Место. Офис. Корпорейшн. Описание. После первоначального захвата SCP-1915 был направлен в зону 17 в сопровождении мобильно-оперативной группы Zeta-17. Зеленые кепки. В ходе поездки, SCP-1917 изменил бронированную машину МОК-Дельта-17, придав ей форму городского автобуса маршрута номер, на котором ранее каждый день ездил на работу. Судя по всему, SCP-1915 был уверен, что сотрудники оперативной группы являются просто другими пассажирами. Агент, находившийся за рулем автомобиля, был на короткое время убежден, что он является водителем автобуса и попытался следовать по обычному автобусному маршруту. Словесного убеждения от других сотрудников МОК оказалось достаточно, чтобы снять с агента этот эффект. SCP-1915 был благополучно доставлен в измененном автомобиле в зону 17. Инцидент 1915-B. Дата. Место. Зона 17. Крыло содержания гуманоидов. Камера 257. Описание. После размещения и назначения в камере содержания, SCP-1915 превратил ее в точную копию своей квартиры, расположенной в «удалено». Электронные устройства продолжали работать без внешнего источника питания. Ванная комната функционировала, как если бы имела доступ к проточной воде и канализации. По удалении из преобразованной камеры данные предметы лишились этого свойства. SCP-1915 уверен, что сопровождающие его сотрудники службы безопасности зоны и исследователи являются его соседями и персоналом местных коммунальных служб. Инцидент 1915-C. Дата. Место. Зона 17. Крыло содержания гуманоидов. Камера 257. Хозяйственное помещение 17. Описание. Утром, после первичной постановки на содержание, SCP-1915 вышел из камеры, несмотря на то, что дверь была заперта, и вошел в соседнее хозяйственное помещение. Прибывшие к месту происшествия сотрудники службы безопасности обнаружили, что Чулан был преобразован таким образом, чтобы имитировать отгороженное рабочее место SCP-1915 в в том числе телефонные и интернет-соединения. Увидев персонал службы безопасности, SCP-1915 извинился и заверил, что в ближайшие часы закончит отчет по бюджету, убеждая, что ему требуется дополнительный доход. Приложение 1915-B. Протокол интервью SCP-1915-3. Опрашивающий. Доктор. Опрашиваемый. SCP-1915. Предисловие. Интервью было проведено через неделю после постановки SCP на содержание. В течение этого времени SCP соблюдал все тот же распорядок дня. Начало протокола. Доктор. Добрый день. SCP-1915. SCP. О, добрый день. Каа молчит, кстати. А вы новичок тут? Доктор. SCP-1915. Вы осознаете, где вы находитесь? SCP. В офисе, конечно же. Доктор. Это не ваш офис. SCP. Ну, конечно же, не мой. Я опять прилетел мимо повышения. Доктор. Я нет, имел в виду. Я так не думаю, по крайней мере. SCP. Да не переживайте вот так. Все время так. Люди смотрят на меня и говорят. Посмотрите на этого парня. Ему же пора иметь свой офис. Он же столько лет работает в компании. В конце концов, где еще найдешь такого преданного сотрудника? Но нет, моя жизнь это вот эта кабинка. Кстати, а вы-то кем работаете? Доктор. Я младший бухгалтер из команды Бернштайна. SCP. А это вы на третьем этаже. Так ведь, доктор? Да, рядом с кофейным аппаратом. SCP. А Лиза? Лиза же там работает. Так ведь, доктор? Конечно, кажется, SCP. Не могли бы вы ей передать, чтобы, ну не знаю, чтобы позвонила мне как-нибудь, доктор? Хорошо. SCP. Нет, знаете, забудьте об этом. Она просто отвергнет меня. Не говорите ей ничего. По крайней мере, я могу еще мечтать, доктор. Это хорошо, слушайте. Я думаю, босс меня ждет, так что SCP. О, конечно, дружище, конечно. Удачного вам дня, слышите, вливайтесь. Конец протокола. Звезды не ждут тебя. Здесь тихо. Пустыня лежит, куда ни глянь. От горизонта до горизонта. Где белый цвет встречается с алым закатом. Здесь нет острых краев, нет углов. Горы барханов плавают, вздумаются повсюду. До края неба, даже за ним. Если бы странник из какого-то другого мира, взглянул бы на это место, он бы счел его безмятежным, даже красивым, чистейшим. Я же, увы, не могу позволить себе такие приятные заблуждения. Ибо знаю, что скрывается среди песков, бескрайней пустыни и под ними. Усыпальницу для целой планеты. Семь миллиардов душ, перемолотых в мелкую пыль, от которой даже следов не осталось. Я знаю это, потому что их участь моих рук дело. О, брат мой, стоит умереть, и все вертится так быстро. Все началось с того дня, когда ты, мне неведомый, узнал о моей силе. О силе, что я в какой-то прошлой жизни скрывал сам от себя. Теперь легко догадаться, зачем. Я стоял у окна квартиры, глядя на звезды, но увидел тебя. И ты рвался на части в пламени, чтобы отделить силу от себя. Ты не мог доверить себе эту силу, и потому решил отречься от нее. Ты слишком хорошо знал себя. Подозреваю, что когда-то со мной было так же. Мне, если мыслить здраво, не следовало тебя видеть, ведь моя квартира была крохотной камерой содержания на глубине восемь сотен метров. Но такие обстоятельства никогда не волновали того, кто каждую секунду живет исключительно в своем мире. Увидев твою погибель, я осознал, я осознал себя впервые за... не знаю даже за сколько. То, что заставило меня отбросить мою силу, отбросило и мою волю. Заточив ее в вечном балансе, откуда нет спасения. Вечность, наполненная заполнением таблиц для работы, существующей только в моем воображении. Утренние переговоры ни с кем. Бесцельное анонистическое переживание по воображаемым женщинам. Целая вечность утомительной, монотонной посредственности. Но в ту ночь, когда твоя душа плыла в атмосфере, словно самая одинокая из звезд, я проснулся. И я умер. Умер, потому что то, что вышло из камеры, ставшей квартирой, уже не было мной. Я всегда был лишь земляным червем, и от остальных отличался только тем, что мог чуть больше, чем они. Управлять той землей, в которую вгрызался. Меня считали мелким скульптором реальности, сгустом силы, в узде интроверсий и неврозов, который вряд ли мог представлять какую-то угрозу. Но они ошиблись. Тот, кем я был, они звали его SCP-1915. Подходил под это описание целиком и полностью. Но в ту ночь 1-9-1-5 умер, наблюдая за падающей звездой. То, что прихлопнуло охранников, подставленных возле камеры, словно мух, а потом искрошило зону 17 в мелкую белую пыль, которая сейчас так тепло ложится под ноги. Это было уже совсем иное. Даже не сущность, ибо это подразумевает личность. А личности у этого не было. Не было цели. Не в его действиях тогда. Не в тех, что были предприняты в будущем. Слово воля тоже не подходило. У него не было желаний и стремлений. Ни мести, ни господства, ни свободы, или даже банальной власти нет. Если и давать этому какие-то описания, то правильнее сказать небытие. Пустота на месте сущности. Отсутствие цели. Безмозглая сила, лишенная всякой воли. Небытие. Песок под ногами еще теплый, значит где-то в вышине еще горит солнце. Интересно, почему оно оставило его на месте, так быстро уничтожив все остальное. Ему бы не составило труда потянуться и выдернуть солнце с неба. Быть на месте его что-то другое. Я бы предположил, что это насмешка над памятью о человечестве. Над тем осколком меня, что как представущий клещ застрял в этой плоти. Но это небытие. Оно не делает насмешек. Разрушение зоны 17 долго оставалось неотомщенным. Поначалу прибыли стандартные группы содержания. Сил, которых с избытком должно было хватить на все то, что содержалось в зоне 17. Когда бойцы не вернулись, даже не доложили о прибытии. В ход пошли более серьезные меры. Зона 17 располагалась далеко от населенных пунктов, потому руки фонда не были связаны. Группы огневой поддержки, ударные вертолеты, бомбардировщики, артиллерийские удары. Фонд обрушился на то, что по-прежнему считал SCP-1915. Подобно кулаку огненного бога. В грохоте и бушующем пламени. Будь у него плоть, вряд ли осталось бы хоть пылинка золы. Не знаю, чем к тому времени стало небытие. Но оборванные останки моей плоти не имели с ним практически ничего общего. Оно просто стояло, принимая на себя все. И первоначально ярость фонда скоро иссякла. Потом оно двинулось вперед, совершенно не торопясь. Прогулочным шагом оно двигалось несколько дней к ряду, а фонд досыпал его всем, что было в его запасе. Из своего закутка я наблюдал, как оно шло. Ничего не чувствуя, ничему не сочувствуя, за ним разрасталась пустыня, столь же недоступная пониманию, сколь и неостановимая, как и ее предвестник. Мы здесь не в полном одиночестве. Осталось еще несколько упрямых бессмертных, но на них больно смотреть. По другому континенту еще шагает древний старик и слышит, как голоса насмехаются над ним. Он думал, что обретет покой, когда останется один. Он ошибался. Под толщей земли задыхается душа, и земля медленно перетирает ее рассудок в труху. Нет спасения из золотой и рубиновой клетки. Где-то в другом месте лежит бог, некогда улыбавшийся, и пески заносят его тело. Он не сопротивляется. Когда-то он обещал миру любовь, обещал человечеству звезды. Он пытается собрать свое пламя воедино, и песок просыпается между его пальцев, его народ. Но божество умирает, а они уже мертвы. Их погасили. Кто идет, тот куда-нибудь придет, как бы ни старался. И так небытие дошло до первого города. И пески, словно послушный пес, двигались следом. О, были и до него, и села, и города. Но до них небытию не было дела. Оно прошло мимо, оставляя их на растерзание пескам. А намерения песков были недвусмысленны. На этот раз оно двинулось по улицам города. Бойцы мобильно-оперативных групп сражались и гибли, давая людям время на эвакуацию. Теперь, конечно же, невозможно было ничего утаить, когда под этим неторопливым шагом улица заносила песком. Естественно, поняв, что небытие не остановить, фонд попытался эвакуировать город. Но за все эпохи, проведенные в роли офисного планктона, я понял, что для организации операции таких масштабов нужно гораздо больше времени, чем имелось в воспоряжении фонда. Чудо, что им удалось спасти столько людей. Что же до остальных? Оно ждало наступления ночи. Полагаю, картина была завораживающей. Одинокий силуэт, озаренный застывшим светом других миров на перекрестке делового и спального районов, где когда-то проходила железная дорога, пока старые паровозы еще не списали в утиль. Да, оно ждало, когда звезды появятся на небе, а потом воспламенилось. В этом огне не было тепла, не было света, не было жизни. Он выжиг в городе дыру, и нечему было ее заполнить. Природа, как говорится, не терпит пустоты. Но небытие показало, что законы природы ему безразличны. И так вот его и не стало. Как можно такое объяснить? Как описать то, чего нет? Когда был полумиллионный город, и вот его нет. Даже пески туда не приползли. Просто шрам, просто ничего. Думаю, в этот момент фонд понял, что своими силами им не справятся. В следующие несколько месяцев шествия небытия, организация прибегла к помощи временных союзников. Мага, бойцы коалиции и термоядерные удары, паладины инициативы и священные реликвии, снайперские винтовки и благословленные клинки, адское пламя или господне возмездие. Небытие было все равно. И вскоре у организации не осталось союзников. Она обратилась за помощью к некогда заклятым врагам. Пожиратели чернил творили свои сводящие с ума узоры, стараясь разрушить бесконечный разум. Из путей потоком хлынули лекторы и библиотекари, неся с собой знания сотен тысяч миров. Механические титаны сотрясали своей металлической поступью белизну пустых песков. Небытию было безразлично. И вскоре у организации не осталось врагов. Наконец, движимые отчаянием, они решились на последнее, самое болезненное предательство. Сторожа выпустили в мир своих пленников. Я их запомнил, хотя небытие вряд ли. На выжженной пустоши, где когда-то был Бостон, против него вышли два брата. Один яростный, другой мрачный. Один рвался в бой, другой медлил. И все же они сражались с таким элегантным единством, что захватывало дух. По их глазам было видно, что они уже очень давно не видели друг друга. И сражались за тем, чтобы было время все выяснить. Я видел надежды и сожаления, гнев и отчаяние. Но превыше всего я видел простую потребность быть. Хотелось бы верить, что доведись нам встретиться, брат, мы были бы такими же. Они сражались с яростью тысяч лет одиночества. Этого оказалось недостаточно. В израненной долине, некогда бывшей части Черного моря, нам повстречался самозванный бог. С абсолютной уверенностью в глазах он нарушил порядок самой реальности. Исказил, поставил с ног на голову самые основные принципы, чтобы поразить небытие, так как невозможно описать словами. Земля замерзла, кипела и дрожала, воздух визжал в порченной ярости, а бог шествовал, облаченный молниями. И само время впивалось когтями в небытие, чтобы заставить его перестать быть. Но потом бог встретился с глазами с отсутствием взгляда. Он увидел ничто, длящееся вечно, и его оказалось недостаточно. За стенами Акко, занесенного пустыней древнего города, к нам подошли два силуэта. Один стоял на четырех лапах, был увенчан рогами с короной изо льда, а в глазах его кружились галактики. Сам он был воплощенной силой. Второй же был человеком, простым и жалким. Он был способен на такую любовь, что простиралась до края вселенной. Но такое сострадание, что проникало в самые глубины ада, не имело ничего общего со слабостью. Не могу сказать, кто из них был более величественный, кто внушал больший трепет. Небытию они противопоставили лишь одну свою волю. Под ее натиском я думал, что зарыдаю. Ничего бы не устояло, ничего бы не захотело устоять. Но небытие было меньше, чем ничего. В бесконечность раз меньше. Я же говорил, что стало с королем Пангласом. От другого осталось и того менее. Приходили соперники, шли месяцы, годы, десятилетия. Поодиночке, вместе, яростно, бездумно. Пленники фонда бросались на небытие. Я не в силах разгадать то, что двигало каждый отдельной аномалией. Но в целом, мне кажется, что одна только мысль о том, чтобы делить бытие с чем-то вроде небытия, привозила их в ярость, граничащую с безумием. Я не виню их, но в конце концов узилища опустили. Мир пересох. Жизнь утекла из него сантиметра за сантиметром. Песчинка за песчинкой. И оставался последний, единственный город. Не знаю, какая сила дала мне возможность отправить свои чувства вперед, пока небытие шествовало к трясущейся твердыне. В дрожащих объятиях, которые лежали последние останки человечества, пески вокруг заволакивали последние деревья. Других больше не вырастет. И я ощущал каждую искру жизни, словно огонек дешевой свечки. Затишье перед бурей. В этот миг, когда закат озарял белизну ярко-красным и насыщенным оранжевым, я ощущал их всех. Для тебя, брат мой, я свидетельствовал. В тесной комнатушке с низким потолком возле узенькой койки стояла на коленях женщина и никак не могла заставить себя начать молитву. Еще младенцем она лишилась матери, но сейчас на ее, уже давно не молодом лице, были видны последствия того случая. Ее мать твердо стояла напротив пожирателей детей. И когда оба повалились на земь, она все еще пела хвалу Господу. Своего отца женщина лишилась в первые дни войны с небытием. Когда паладины шли с огнем веры в глазах, отец был верующим человеком и играл важную роль в ее жизни, занимая такое место, с которого его сдвинуть могло бы только сожаление. Он обещал, что вернется, он не хотел лгать. Но его бог оставил его в самую трудную минуту. Оставила всех и каждого. И теперь Наоми сидела в изножье узенькой койки и была не в силах молиться. Потому она выругалась. Ниже, в сырых подвалах, где когда-то могли хранить сыр. Женщина примерно 40 лет возилась с поломанными игрушками. В дни молодости она творила чудеса. Да и какие чудеса. В каждой морщинке на ее досрока постаревшем лице я видел то, что могло бы быть, если бы не небытие, если бы не я. В тусклом свете звезд, под приглушенный треск гнилого дерева, в мозолистых пальцах, я увидел, как гибнет потенциал. Как гибнет всякая возможность. Изабель оставалась все такой же упорной, но знала, что эта игрушка будет для нее последней. Ну и пусть, думала она, завтра играть с ней будет уже некому. На крыше самого высокого из уцелевших зданий, престарелый мужчина смотрел, как умирает мир. Когда-то он был агентом фонда, одним из сотни тысяч подготовленных, собранных и готовых действовать. В его задачи входило обучение новых агентов тому, что положено делать агентам, тому, как положено думать агентам. И свою работу он выполнял замечательно, потому как его подопечным удавалось прожить достаточно, чтобы поблагодарить учителя. А теперь он думал, кем он стал. Он смотрел, как пески затягивают последнюю линию обороны, воздвигнутую вчера последними упорными глупцами. Все его ребята и девчата давно погибли. И цена всему, что он знал и умел, в конечном итоге ничто. Он больше не агент, потому что нет больше агентства. Он больше не учитель, потому что нет больше учеников. Он больше не мужчина, потому что... Ну это повторять не годится, так ведь? Он больше никто. И в этом самая злая шутка. Уже, думал он, неважно, придет ли небытие. Оно уже их поглотило. За его спиной раздался звук. Обернувшись, он видел невысокого, мышастого человека в помятом сером костюме и всплющенной шляпе, которая в лучшие дни, наверное, была Федорой. Тот глядел на старика и не говорил ни слова. Ломбарди глядел на него и не знал плакать или смеяться. Вскоре это перестало иметь значение. Так и наступил конец. Тихо, скромно, без геройки и великих свершений, без громадья планов или особого смысла. Одно время была на планете Земля раса людей, а потом ее не стало. Вот и все. Звезды не ждут тебя, брат. Когда ты забрал мою силу, когда ты сжигал себя в небе, они смотрели на тебя и ничего не испытывали. Звезды не ждут человечества, какой бы потенциал оно не показывало, какой бы потенциал не видели в нем другие. А как же небытие? А как же я? Мы, а точнее я, самый чудовищный монстр в этом мире, с какой страны ни взгляни. Возможно, и в любом другом мире. И все же, брат, теперь я понимаю, что звезды ждут нас. Меня. Где же в этом справедливость? Не ищи ее. Нет справедливости. Остаются факты, брат. Звезды не ждут тебя, а меня ждут. Ждут, пока я не доберусь до них. Думаю, ждать им осталось недолго.